Так, ну что, добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Данил, и сегодня мы поговорим о электромеханике для механиков. Видел, что очень много было разных вопросов в чате, да, еще до начала. Сразу оговорюсь, что я буду читать чат с телефона, поэтому если какие-то вопросы я пропущу по ходу нашего разговора, да, то я обязательно либо к ним вернусь, либо запомните их, запишите где-то и сможете задать мне их в конце по возможности, да, как бы, соответственно, если будет возможность, материал на чем-то привести пример, либо ответить на вопрос, я обязательно на него отвечу. Итак, давайте знакомимся, меня зовут Данил, я работаю электромехаником, так уж сложилось, что работаю на контейнеровозах, работал на разных контейнеровозах, и поменьше, и побольше, и 6500, и 8500, и 10500 с MANME, со скрабером, не знаю, к сожалению или счастью, со скрабером, но как есть. Сегодня мы поговорим о электромеханике для механиков, обсудим разного рода темы, да, самые основные, я видел разных много вопросов, да, давайте пока народ будет собираться, я чуть-чуть пролистаю чат и посмотрю, какого рода вопросы были. Я видел несколько вопросов было по рев-контейнерам, да, так как я работаю на контейнерном флоте, с рев-контейнерами регулярно сталкиваюсь. Рев-контейнера – это такой особый вид искусства, да, наверное, потому что очень часто бывает, что аларм один, а по факту не работает ревка, да, совсем из-за другого, например, либо еще что-то вроде такого, то есть это взаимосвязанный процесс, который, если нарушается, аларм может выходить совсем другой. Особенно зависит от, да, от типа контейнера, от мейкера, наверное, да, правильнее сказать, до, соответственно, самого типа, потому что у одного мейкера десятки разных типов контейнеров, которые… Да, кстати, слышно и видно отлично, у кого плохо, значит, и не слабый. Возможно, действительно, у вас какие-то перебои с интернетом. Если вдруг вы плохо видите, обновите страничку, вам это должно помочь. Так вот, возвращаемся к рев-контейнерам еще пару минут, и будем начинать основную программу. Рев-контейнера разного рода бывают ситуации, бывают ситуации, когда ревку и невозможно починить на судне, к сожалению, да, и у меня такие ситуации были, были ситуации, когда ставили компрессор от одного контейнера, да, от одного типа, от одного производителя на совсем другую ревку, даже разные фреоны были, разного, действительно, разные бывают, особенно, когда попадаешь на какую-то линию, где тысяч, полторы тысячи ревок, очень неприятно получается. Вот, поэтому ревки тоже надо знать, если вы хотите работать на контейнерном флоте, либо если вы работаете уже на контейнерном флоте, вы кадет. Тем не менее, пару… какое-то время назад я делал небольшой курс по рев-контейнерам. Если вдруг у вас есть такая необходимость, да, можете найти на сайте educationmarine.com. Там есть там, по-моему, насколько я помню, три дня, самое основное, основные алармы, с чем я сталкивался, как решать газы, какие газы взаимозаменяемые, как смешивать, можно ли добавлять, как добавлять и тому подобное. В общем, все, что необходимо знать, очень базово, но если вы будете знать эти вещи, уже подойдя к рев-контейнеру, либо к холодильной какой-то установке, то вы уже будете понимать процессы, которые там происходят. Так, все, начнем основной, да, у нас подключились уже основной поток людей. Вот, первое. Давайте начинаем к основной информации. Safety first. Часто бывает, что, к сожалению, да, на технику безопасности на судах не всегда обращают внимание. Согласитесь, что не всегда заполняются пермиты, не всегда ставятся таблички о том, что там автомат отключенный, работают люди. Но, к сожалению, это приводит к фатальным последствиям. Помните, что если вдруг вы механик, да, и вам там, у вас нет электромеханика на судне, вас просят что-либо сделать, в первую очередь нужно побеспокоиться о себе о том, что, как бы, это может быть просто один открытый щит может привести к летальному исходу. Либо для вас, либо для человека, мимо проходящего. Например, вы открыли щит, да, он под питанием. Шел моторист, потыкнулся, вылил ведро воды на этот щит, пожар, либо его ударило током, либо еще что-то. Это всегда приведет к каким-то большим последствиям. Поэтому все, что вы делаете, нужно понимать. Это как для механика, нельзя откручивать болты, если не перекрыл клапана, да, на паре, например, либо там вода какая-то, что угодно. Так и при работе с электричеством. Нужно прочитать схему, понять, как отключить питание, где отключить и тому подобное. То есть бывает так, что, допустим, два автомата на системе может стоять. Вы один отключили, приходите, а там есть питание. Вот неприятный сюрприз, а вы хотели откручивать какой-то контакт, либо что-то такого. Много бывает нюансов. Поэтому как бы на технику безопасности не нужно забывать, о технике безопасности не нужно забывать, и на нее не нужно забивать. Потому что часто такое бывает. Как мы знаем, убивает высокое напряжение. Нет, убивает высокий ток. Даже при высоком напряжении мы можем посмотреть формулу. Да, у нас есть закон ОМА для участка цепи. Бьют не вольты, бьют амперы. Если человек ударило током, то он может пострадать от большей силы тока и от малого напряжения. Если было большое напряжение и большое сопротивление, то сила тока будет маленькой, значит меньше последствий. Еще зависит от индивидуального сопротивления организма и как проходит ток, соответственно. Как мы все знаем, сила тока, напряжение и сопротивление зависят друг от друга. Любой как бы моряк, даже у судоводителей была электротехника в учебных заведениях, и это явно проходилось. Убивает сила тока. Она может быть большой при разном напряжении, большом и маленьком. Вот возьмем, к примеру, 220 вольт. Если будет большое сопротивление, то может даже больно не будет. Например, у вас safety shoes на резиновой подошве, вы стояли на резиновом коврике, у вас сухая кожа, например. Нюансов может быть много. Но если сопротивление будет маленькое, например, вы стоите в луже с водой, вы вспотели, у вас много, например, влажный комбез, либо что-то такое, то нужно как бы на это тоже обращать внимание. И прежде чем вы открываете щит, лучше там перчатки иногда надевать, если понимаете, что вы не уверены, либо что-то вроде такого. Ну и резиновые коврики. Это тоже очень важно. Я видел много судов, когда приезжаешь, они валяются, моторист помыл, либо матрос помыл, положил их где-то там рядом, и они валяются. Потом, во-первых, это замечания от Port State Controller. Во-вторых, это в первую очередь техника безопасности. Да, замечания, как бы компания платит, все исправит, а вот если это будет смерть, либо повреждение какое-то серьезное, то, увы, как бы, и причем страховка в таких случаях тоже не оплачивается. Вот, мы можем видеть, как ток, какая сила тока, и как будет ощущаться на человеке. Вот, поэтому мы видим, да, 0,5-1,5 мА, начало ощущения, легкое дрожание пальца в руку. Ну и 90-100 мА, паралич дыхания при длительности 3 секунды и более, паралич сердца. Как бы не очень приятно, правда? Поэтому о технике безопасности нужно думать, и в случае, если вы видите, что кого-то бьет током, как мы знаем, ток, он как бы, ну, электроэнергия в целом, да, электромагнитное поле, оно притягивает, и человека, если он получает разряд током, он, скорее всего, не сможет отдернуть сам руку. То есть, проходите мимо, например, да, видите, что человека бьет током, не надо его голой рукой цеплять, и потому что вы просто станете частью цепи, и точно так же вас будет бить током. Вот, поэтому есть несколько рекомендаций, это диэлектрические перчатки, это разрубить, конечно, либо раскусить провод, ну и деревянной палкой либо доской убрать провод в случае удара током. Часто еще бывает, что не совсем понимают, как тушить в случае чего электрооборудование. Есть два, как бы, две таких, как бы, два разделения, да, это до 1000 вольт и свыше 1000 вольт. До 1000 вольт порошковые углекислотные, свыше 1000 вольт только углекислотные. До 1000 вольт считается низкое напряжение, low voltage, а свыше 1000 вольт уже high voltage. Ну и прежде чем начнем теорию, да, я видел, что там сегодня было много вопросов. Даже если вы не электромеханик, да, там были кадеты у нас сегодня, младшие электрики. Даже если вы не электромеханик, как начать работу, да, как приехав на судно, что делать, с чем первое ознакомиться, понятное дело, что в первую очередь надо ознакомиться с power management системой. Как она работает, какие генераторы, как берутся в параллель, где берутся в параллель, в автомате, вручную. Кто, как бы, вы запускаете их, либо механики тоже запускают, здесь генераторы. Бывают по-разному разные правила. Второе, что я, как бы, считаю важным, расположение щитов с автоматами. Я всегда прохожу, записываю в блокнот, где какие щиты, хотя бы просто для примера, что если вдруг я нашел в схеме какой-то автомат, чтобы я долго не думал, где он находится. Я просто открыл схему, да, где находится эта панель. Пошел туда и сразу отключил. Стоит посмотреть на состояние ADG, как запускается какой-то альтернативный способ запуска. Но это обычно в первом familiarization на судне, да, как бы это проговаривается. Но все равно, тем более, если вы там первый контракт электромехаником, нужно понимать, как ADG садить на шины, садится ли он в автомате и тому подобное. Это достаточно важный пункт касательно ADG. Разобраться, где примерно лежат схемы, как бы это вполне логично, что вся электрика, она как бы завязана на схеме. Ну и, конечно, максимально много спрашивать у человека, которые вы меняете, какие поломки были, как решалось и где что находится. Очень часто на хендоверах передается основной вот пландайк информации, которую, если вы внимательно будете слушать хендовер, если человек действительно хочет вам что-либо рассказать, то это важно, его послушать, какие проблемы, что было. Даже если он вам скажет, что вот у меня когда-то сломалось, все равно послушайте, это может сломаться еще раз. Если это когда-то сломалось, не факт, что это не сломается еще раз. Потому что, допустим, мой крайний контракт приезжает в мой сменщик, три минуты на во рту и говорит, мне хендовер не нужен. У меня судно со скрабером, скрабер на коленях просто стоит, но он говорит, мне хендовер не нужен. И ровно на следующий день он уже бегал, искал, как же это отремонтировать. Как бы рейс таких обычно учит. Вот, мы перейдем к основному, основному куску информации по Electric Power System, по распределению электроэнергии на судне. Видел тоже много вопросов разного рода. Как, что, где, как распределяется и тому подобное. Особенно это будет интересно для ребят, которые были один раз на судне, либо не были еще, только хотят побывать и тому подобное. У нас есть, оговорюсь, что это схема с высоковольтной электростанцией, то есть генератор вырабатывает 6600 вольт. Есть главный распределительный щит 6600 вольт. У него есть, сейчас я возьму маркер, чтобы рисовать. Так, секундочку. Вот. Так. Небольшая неполадочка. Вот, поехали. Есть генераторы. Четыре генератора в данном случае по 4000 киловатт. И есть главный распределительный щит. Главный распределительный щит, он получает 6600 вольт генераторов и потом уже преобразует, как мы видим, внизу есть 440 вольт щит, который и питает основные потребители, такие как насосы, фаны, что угодно. Все, что питается от 440 вольт. Также тут есть разделитель. Для тех, кто как бы не сталкивался, этот разделитель, он нормально закрыт. Мы видим NC, Normal Close. При помощи этого разделителя можно пополам просто поделить горща. Например, да, мы видим, что у нас, нам нужно сделать какой-то, представим, maintenance на одной части горща. Мы распределяем пополам, рассоединяем этой перемычкой, грубо говоря. И после этого допускаем генератор 3, либо генератор 4, садим на шины, получаем питание на этой части горща только, замыкаем первичную вторичную обмотку трансформатора и, соответственно, получаем питание на всем щите 440 вольт. После этого, когда мы сделали maintenance, просто возвращаем как бы назад перемычку, и все работает. 440 вольт. Как мы знаем, основные электропотребители у нас на 440 вольт. Бывают, конечно, исключения, когда и масляные насосы от 6600 питаются, и там, допустим, балластные насосы на танкерах, я думаю, на больших газовозах тоже будет питаться от 6600 и тому подобное. Тут как бы схема построена так, что 6600 нужно только для трансформатора, после этого идет понижение на 440, и уже, соответственно, идет по потребителям. Также мы видим, что у нас есть аварийный свитчборд, это emergency свитчборд. Он запитан в нормальном состоянии, запитан от горща, от 440 горща при помощи двух автоматов, и B1, и B2. В данном случае так обозначаются автоматы. Они, это Air Circuit Breaker, так называемые. В случае блэкаута, да, у нас автомат размыкается, и запускается аварийный дизель-генератор. У него тут свой автомат, мы видим. Он запускается, садится на шины, этот автомат замыкается, и у нас, получается, автоматы, вот тут у нас нет питания. Они разомкнуты и нет питания. То есть для того, чтобы не было у нас, не работало одновременно движки и, соответственно, ADG, потому что ADG у нас на 440 вольт. Вот тут, так я видел, там тоже вопросы есть по поводу блэкаута, а не по поводу подключения к береговому питанию. В данном случае схема такая, как бы все затрагивает. Да, есть AMP, это Alternative Marine Power. То есть тут есть возможность переключения на береговую сеть без блэкаута. Через 6600 вольт у нас есть две, грубо говоря, розетки. Вот одна и вот вторая. Сюда подключаются кабеля. Они находятся по левому и правому борту. И тут у нас AMP. Это панель синхронизации. Панель синхронизации с, грубо говоря, наши, даже не грубо говоря, так и есть, наши генераторы и береговая сеть. То есть береговые подают нам 6600 60 Гц, наши генераторы выдают 6600 60 Гц. Соответственно, синхронизируем. И без блэкаута все автоматически переходит. Также это делается и вручную. Я делал это и автоматически, и вручную. Как бы для того, чтобы было более наглядно, да, и понятно. Вот у нас Консберг. На мой взгляд, самая лучшая система Power Management, да, и Power Monitoring системы. Самая простая, интуитивно понятная. Есть у нас вот в данном случае генератор один. Есть его параметры. Он, видите, зелененьким подсвечен, что он на шинах сейчас. И трансформатор 2. Он у нас также замкнут. Первичная и вторичная обмотка. Первичная и вторичная обмотка у нас замкнуты и, соответственно, питаются. Вот у нас Low Voltage Switchboard. Как я сказал, уже до 1000 Вольт считается Low Voltage Switchboard, да, свыше 1000 – High Voltage Switchboard. Поэтому тут и прописано как Low Voltage Switchboard. И тот самый был трастер. Мы видим, что был трастер. У нас 6600... А, нет, сори, это реферный трансформатор. Неправильно вам подрисовал. Тут не показано, но трансформатор 6600 Вольт у нас, и он запитан у нас на основной бастай, на основную шину. То есть на горша 6600 Вольт. Вот. И вот так вот выглядит у нас схема подключения AMP, Alternative Marine Power, через автомат. И тут еще два автомата с каждой из сторон. И получается так, что у нас есть... То есть нам нужно замкнуть один автомат, второй автомат. Это все делается как бы обычно в автоматическом режиме, только автоматы вам все-таки нужно как бы замыкать в ручную. Сначала один автомат, потом уже вы приходите на поступравление, и после этого уже как бы замыкаете все в автоматическом режиме. Как обычная синхронизация дизель-генераторов. В целом, еще по Консберу тут как бы особо рассказывать нечего, потому что очень простая схема, интуитивно понятная. Когда приезжаешь на Консберу, сразу как бы комфортно работать по сравнению с кем-нибудь. Сам Electronics, либо Samsung. Например, у меня была крайняя система. Это Samsung. Чтобы вы понимали, не то, что сложность, не доработанная система. Судно 2015 года постройки. Но у него не были показаны вот эти автоматы просто на... Не были заведены сигналы от этих автоматов. То есть просто приходишь, у тебя есть первичная обмотка, а вторичная обмотка трансформаторов на Power Management системе, ее как бы нет. Вот. Продолжим. Да, о генераторах мы поговорили. Дальше я покажу, как выглядят генераторы. 6600 вольт. Но мы знаем, что на судах ток трехфазный. Электростанции вырабатывают трехфазный переменный ток. Генератор трехфазного тока представляет собой как бы три объединенных вместе с генератором переменного тока, работающих так, чтобы сила тока и напряжения изменялась в них не одновременно, а с отставанием на 120 градусов. Каждая часть обмотки называется фазой. То есть у нас, по сути, есть три обмотки, которые вырабатывают электроэнергию. И мы видим, да, что у нас есть отставание в 120 градусов. А-фаза, Б-фаза и С-фаза. Поэтому он и называется трехфазный. Вот. Синхронным генератором. У нас есть на судах синхронные генераторы. Называют устройство, выполняющее функцию трансформации механической энергии в электрическую. То есть у нас дизель-генератор. То есть дизель приводит в обращение генератор, и генератор вырабатывает уже электроэнергию. Основные части синхронного генератора – неподвижный статор, вращающийся ротор, представляющий собой электромагнит, и две основные обмотки. Одна обмотка статора, а обмотка возбуждения запитывается от источника постоянного тока, функцию которого выполняет электронный регулятор напряжения. Я видел, там было много вопросов о АВРе, в автоматическом регуляторе напряжения. Ток, протекающий в обмотке возбуждения статора, наводит электродвижущую силу на обмотке возбуждения якора генератора. Статор возбудителя может отсутствовать, и тогда его функция выполняет постоянные магниты. Обмотка роторов, которая индуцируется из ЭДС, называется обмоткой возбуждения якоря, или якорем возбудителя. Временное напряжение, возникающее на обмотке якора возбудителя, выполняется в блоке вращающихся диодов. Да, у нас есть в генераторах диоды, и есть, который также, он так и называется, диодный мост. Он как бы, это одна из таких регулярных проблем, да, наверное, с которыми сталкиваюсь, что перестал возбуждаться генератор. Это диодный мост может быть одной из причин, почему генератор перестал возбуждаться и выдавать напряжение.